Через считанные дни весь мусульманский мир встретит священный месяц Рамадан. В течение 30 дней будет соблюдаться строгий пост у Роза, который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Отказ от приема пищи от того времени, когда черная нитка начинает отличаться от белой до полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман – это в первую очередь возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Обязательно мусульманину, он должен быть мусульманин, должен быть совершеннолетний, а также он должен быть умственно полноценным, физически здоровым, то есть он в состоянии держать пост. Эти категории людей, они должны совершать им, считается обязательным. Кто освобождается от поста в месяц Рамадан? От поста освобождается те категории людей, которые не в силах держать пост. Это, возможно, беременные женщины, это старики, дети, несовершеннолетние или умственно отсталые. Вот эти категории людей, им не обязуется. Что нарушает пост? Пост нарушает все те, с момента, как мы начали держать пост, в течение святого дня, от еды, от питья, от интимных отношений, а также все те категории, которые разрушают, портят пост. Это также все части тела входят. Это можно конкретно взять язык. Языком мы можем кого-то навредить, говорить сплетни. Мы глазами можем видеть те вещи, которые нам было запрещено, это считается аурат. Также ушами то, что нам не касается, мы можем слушать те сплетни, эти мы можем как бы разрушить. Это все наше тело полностью входит в то состояние, это и называется пост. Обязательно ли чтение намаза для постящегося? Пять столбов ислама, он в каждом есть свои обязанности, то есть это мы должны уверовать. Это пятикратный намаз, это вместе с Рамадан совершать пост и на то, если есть у нас возможности давать закат и паломничество. Это мы знаем, но об этом мы, когда говорим, то есть каждый из них этих столбов отдельно ведут. Можно держать пост, не совершая пятикратный намаз, но это не значит, что это необязательно, это не значит, что с их шеи это спадает. Это просто из пяти столбов одну часть, получается, они выполняют. Как подавлять гнев и раздражение, которые могут быть спровоцированы с непривычки на фоне голодания? Во время поста обычно говорят, прежде чем приступить к посту, мы должны хорошенько покушать, поесть. Это все влияет на то, что человек в дневное время суток будет себя хорошо вести. Если он проспит это время, время сухор, у него целый день идет под напряжением, то есть он нервничает. Это дает ему какой-то повод, чтобы для раздражения. Человек должен быть во время поста сдержанным, более такой спокойным. И, возможно, в основном должны те проповеди слушать, которые призывают к терпению. Могут ли нарушить пост инъекции или лечение зуба? Любые запахи, это вот духи взять и так далее. И то, что таблетки глотать, то, что поступает в желудок, это все нарушает пост. Также уколы, инъекции, которые получают, это все нарушает. Противопоказаны ли водные процедуры в дневное время суток в Рамадан? Можно во время поста, можно и водные процедуры проводить, можно во время поста и зубы чистить, можно и во время поста вырывать зубы. Но здесь мы должны контролировать, чтобы не глотать то, что приходит снаружи. Вот эти нюансы, если учитывать, проблем нет. Насчет хиджамы, то есть спускания крови, это тоже как бы рекомендуется. Можно, но желательно в конце поста, в конце поста. Это ближе к разговении лучше. Почему? Потому что человек как бы он ослабевает, и через какое-то время ему нужно питаться, чтобы снова восстановиться. Если в начале поста будет брать хиджаму делать, то он, возможно, себе навредит, и он не сможет дотерпеть до конца дня. Каким образом составить эффективный график на время поста? Во время поста мы должны составить график. График такой график, чтобы он у нас как бы бессмысленным, чтобы не оказался. Мы должны читать Кур'ан или любые книги духовные. То есть мы должны поднимать себя в духовном плане. Читать намаз или учиться намазу. Слушать, делать благие деяния. Помогать старшим, помогать по дому, родным, близким. Отношений как бы наладить. В таком плане мы должны стремиться работать. Так же это, как ежедневно, по будням мы, как выполняем, так же оно должно происходиться. Это никак не должно влиять на то, что вот я держу пост, я от всего отказываюсь. То есть под кондером, в темноте, вы меня не трогаете. В таком плане как бы не разрешается. Наоборот, мы должны благодаря посту, наоборот, приумножать наши благие деяния. О пользе поста в месяце Рамадан с духовной и медицинской точки зрения. Во время поста есть очень много плюсов. Человек духовно как развивается, он ближе становится к Всевышнему Аллаху. То есть Аллах, Субхану Ва Таля, награждает. То есть то, что мы держим и намереваем только ради Всевышнего Аллаха, не для того, чтобы для диеты или других целей, а ради Всевышнего Аллаха. Аллах этими нас наделяет многими благими деяниями. Аллах, а то, что если взять с точки зрения медицины, это тоже очень много помогает. То есть человек, у него и желудок очищается, и внутренний, духовный. У него умственно осталось, у кого память плохая, вот в этом плане, в этом улучшается. То есть полностью в течение этого месяца человек, организм, благодаря посту Всевышний Аллах дает такую команду, что человек восстанавливается. Во время путешествия, если человек намерился куда-то ехать вдали от своего дома, то он может приостановить пост. У него есть выбор. Он, если силен, если он в состоянии продолжать пост, не прерывая, и во время путешествия, то он может продолжать. Но если он в себе не уверен, то он может прервать. Но если в такие дни, если человек прервал пост, за это есть кофарат, то есть он должен непрерывно 60 дней держать пост. Вот такие вот есть нюансы. Достаточно ли накормить обездоленных, чтобы искупить прерванный без причины пост? Чтобы вот такие моменты восполнить, человек должен накормить 60 бедняков или одеть же так же 60 бедняков в таких условиях, как он сам питается и какие вещи он носит. За один день одно как бы питание. Насколько принципиально для мужчин и женщин находиться в мечетях на ночных коллективных молитвах? Таруух намаз читается с целью 30 дней читается. Таруух сам смысл его, это отдых переводится. В этот месяц все мусульмане собираются и под одним руководством имама читают намаз Таруух в 20 аракатов. И это только в месяц Рамадан. Другие месяцы не совершаются. Обязательно ли перечитать во время Рамадана весь Куран? И как быть, если постящийся не знает арабского языка? В месяц Рамадан у нас так и другие дни. Открыт курс обучения Курану. Человек, если намерился и у него есть желание обучиться, он может прийти во всех городских мечетях, обучиться там. Если он же знает, уже читает Куран, то он в течение месяца Рамадан, в течение этих дней, от начала до конца, у него есть возможность и желательно прочитать от конца до конца. Но это не обязует. Но если он не может не читать, и у него со временем обучиться, у него нет никаких возможностей, он во время вторых намазов у нас знатоки Курана под руководством имама. Они могут со всеми прихожанами присутствовать и получить же такой же через слух, слушая Куран. Какими должны быть богослужения в ночь предопределения? Ночь предопределения? В эту ночь все мужчины, они в основном собираются в мечетях. Прихожан очень много в этот день. Они в этот день слушают проповеди, читают троух намаз, совершают покаяние, делают дуа, просят у Всевышнего прощения, а также не запрещают женщинам приходить также в мечети, но им желательно дома в день предопределения совершать и ждать, делать благие деяния, а также читать намаз во время, в ночь предопределения. На что необходимо обращать внимание новичкам во время Рамадана? Я когда первый раз начал держать пост, меня всегда помогало то, что я в окружении, то есть я с джамагатом. Если человек один, и держит он один, конечно же ему тяжело, поэтому человек должен сближаться с теми людьми, кто держит пост, кто совершает пост, и тогда будет легче. И на сухор, и на разговение, когда вместе, это всегда легко, и у него новыми надеждами на следующий день у него будет еще сильное намерение держать пост. Пожелания мусульманского священнослужителя постящимся. Нашим прихожанам я желаю, чтобы в месяц Рамадан изначально намеревались на полный месяц, чтобы держать, и на каждый день они намеревались. Я сегодня намереваюсь держать пост в месяц Рамадан ради Всевышнего Аллаха. И так каждый день. И пускай их не пугает то, что они как бы не дотерпят до конца дня, поистине Всевышний Аллах нам помогает, нам верующим всем помогает. И мы знаем, как в хадисе во время священного месяца Рамадан открываются все врата рая, и закрываются все врата ада, и сковываются все шайтаны. То есть у нас нету никаких причин, чтобы мы как бы отказались или отклоняли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok